Друзья, новость, про которую я вам хочу рассказать, вызвала у меня волну истерического смеха. Хотя на самом деле это вообще не смешно и касается всех нас. Так что вы не расходитесь. Коммерсант сообщил, что производители похоронной атрибутики повышают цены на свою продукцию. Друзья, это касается всех нас. Скажите, вы уже отложили деньги на собственные похороны? Или не дай бог, если у вас есть родственники, которые скоро смогут воспользоваться услугами. Короче, Москва, 20 августа, ТАСС. Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия. Как рассказал изданию глава похоронных домов Журавли Илья Болтунов, производители гробов предупредили ритуальное агентство о повышении цен на 30-60%. То есть, если гробы раньше поставлялись по 7 тысяч, то сейчас с повышением цен они будут стоить от 10. Соответственно, дерево, оградки на кладбище, кресты, то, что сделано из металла, и гробы деревянные, я говорю, про дерево, возрастут в цене. Это все, друзья, происходит от того, что скоро будет запрет на экспорт. Более дорогие образцы гробов подорожали с 15 тысяч до 20-25 тысяч рублей. И столь сильный рост цен отмечен впервые за 10 лет. Кроме того, на 10-20% выросли в цене деревянные кресты. Как пояснил производитель гробов, стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт. Но этим летом многие из нас уже столкнулись, что цены на стройматериалы поднялись в несколько раз. Мы сами не доделали, как бы здесь у нас некоторые постройки, если сейчас просто хватаемся за голову, от того, насколько возросла цена на стройматериалы. На металл, на заборы, ну понятно, да, на все, абсолютно на все. В том числе мы как-то, ну нам в голову не приходит, понятно, почему никто как бы не хочет умирать, все хотят жить вечно, что гробы тоже входят в эту категорию, друзья, они же из дерева. Так, что еще? По словам этого же товарища, цена на металлические оградки возросла на 45%. Ну, пишите. Вспоминаем, вспоминаем советские времена, когда наши бабушки делали в сундуке узелок, где было вот это вот все гробовое. У моей бабушки там лежало платье, тапочки, тюль, который покрывают покойника сверху, обивка для гроба, одеялка на гроб, платочки. Ну все, и плюс какая-то такая энная сумма денег, которая пригодилась бы родственникам, когда, в общем, они начали бы хоронить. Так, сколько же стоит у нас погребение? Ну, слава богу, наша семья последний раз с этим сталкивалась. Довольно давно мы хоронили брата-мужа, и у нас ушло, наверное, это было около 30 тысяч, хотя я не ручаюсь, это было давно. Друзья, у нас место на кладбище, мы живем в деревне, у нас бесплатное место, место мы не выкупаем, ну, то есть, вот прям приходим на кладбище и говорим, похороните нас вот здесь. Все, все остальное, естественно, делают ритуальные услуги, забирают покойника из дома, в общем, все, одевают, обувают, вся эта одежда недорогая, ну, продается в тех же самых ритуальных услугах, и платьица можно купить, и косыночку, и все, как бы, вот. То есть, вообще без проблем одеть умершего человека. И веночки там, и все дела. И плюс, конечно, поминки сейчас, да я не знаю, как у кого, но вот у нас уже в деревнях редко делают, ну, как редко, ну, скажем так, скажем так, не все делают поминки дома. Если раньше все готовили сами, собирали по соседям рюмки, вот. Между прочим, у нас здесь было заведено, что рюмочки, стаканчики помечены были. Каждый хозяин метил свои рюмочки, лаком обычно красным на донышке, вот так вот раз, полосочку, типа мои рюмки, чтобы потом назад их забрать. Вилки там, ложки собирали. У нас поминки здесь всегда были богатые. Ну, то есть, если, ну, что значит поминки, я не знаю, как у вас, вот в нашем понятии это кутья, рис с изюмом, конфетки, печеньки в отдельной вазочке, нарезки, колбаска, сыр в отдельной тарелочке, что там еще, а, салат, огурцы и помидоры в отдельной тарелочке, это как бы на общий стол, и дальше щи, либо лапша, либо постный суп, если пост, ну, там, второе котлетка, пюре, либо гуляш, что-то такое, компот и пирожок. И плюс еще, когда уходишь, ну, как бы, с поминок, тебе дают в салфеточке завернутой в пакетики, там, три печеньки, три конфетки, ну, две печеньки, две конфетки, ну, то есть вот так. То, когда делают поминки у нас дома, раньше, в общем, ну, здесь, конечно, готовили столы, ну, почти что как на свадьбу. Кроме того прочего, ну, многие, не обязательно, нет, многие варили еще какую-нибудь молочную кашу, кроме того, что я вот, это самое, вам рассказала. На столе была селедка, плюс к этому рулеты порезанные, обычно брали вот эти вот дешевые рулетики. Это кроме вот того, чего я рассказала. Могло быть несколько гарниров, типа вы хотите рисом, с рисом, либо вот с там, с картошкой. Ну, то есть вот так. И сейчас, а, ну, водка, водка, конечно, водка, лимонад, компот, а компот не дают в стаканчике, водка обязательно. Три стопки, это как бы ты обязана выпить. Вот, и когда я попала один раз на похороны в областной центр Волгоград, вот, для меня, конечно, было, там уже хоронили людей в ритуальном зале, то есть прощание было строго регламентировано, это тоже было уже давно. И обеды тоже, вот эти похоронные, проводились тоже в ритуальном зале специально, у них даже конфеты были подписаны, я не помню, как, ну, какие-то ритуальные, что ли. Ну, то есть обычные вот шоколадные конфеты на фабрике, видно, заказывают, и там такая этикетка. Вот, и большой такой вот этот ритуальный зал, поминальный зал. Официанты там в черных таких фартуках, в белых рубашках, ну, то есть, понятно, да? И поминали сразу несколько, как бы, компаний. Вот, я помню, мы сидели, потом там еще кто-то сидел, еще, еще. Ну, то есть зал был не только для нас, но и вот для остальных родственников, которые также поминали покойника. Но я думаю, что сейчас, наверное, похороны тоже подорожали. Вот напишите в комментариях, сколько это стоит у вас, ну, потому что, знаете, вообще такая тема, конечно, животрепещущая. Как-то, когда все вот это подорожало, мне даже и в мыслях как бы не было, что похороны подорожают, друзья. Вот так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok